Сегодня речь в В этом предновогодние дни пойдет не совсем про экспонат, а вернее сказать даже совсем не про экспонат, а про вот эту замечательную пластиковую фигуру ленивца Сида. Дело в том, что предыстория это такова. У нас была в 2012 году в Бийском Кровеческом музее проведена выставка восковых фигур и пластиковых фигур. И вот эту пластиковую фигуру ленивца Сида организаторы выставки оставили нам. В общем-то за 10 лет эта фигура у нас прижилась. Сид бывал в самых разных местах нашей экспозиции. Даже нам помогал проводить мероприятия. Посмотрите, пожалуйста. То есть он, конечно, здесь уже как бы освоился и стал нашим постоянным, так сказать, членом, можно сказать, нашего музея, нашей экспозиции. Дело в том, что это пластиковая фигура стилизованного животного. Собственно говоря, это Сид, ленивец из мультфильма «Ледниковый период». Посмотрите, пожалуйста, вот на фотографии он таким образом выглядит. Ну а теперь немножко о серьезном. Действительно, в фильме «Ледниковый период» показан ленивец. И действительно, ленивцы в это четвертичное время, в ледниковое время, обитали, но только не на Алтае, конечно. Они обитали в Северной Америке. В Северной и Центральной и Южной Америке. Собственно говоря, ленивцы того времени были очень большие по размеру. Посмотрите, вот на этой фотографии он изображен. Назывались они гигантские ленивцы. Масса тела таких животных достигала нескольких тонн. Размер был до 6 метров. И, соответственно, конечно, они не могли обитать на деревьях. Обитали они на земле. Но, впрочем, питались так же, как и современной растительной пищей. А вот современные ленивцы, которые в данный момент времени обитают на просторах Центральной и Южной Америки, вот в Северной Америке их нет, размером напоминают всего-навсего большую собаку. То есть они достаточно измельчали с четвертичного времени. Ведут они медлительный образ жизни, одиночный. Обитают на деревьях, собственно говоря. Долгое время могут висеть на ветках вниз головой. Такой медлительный, одинокий образ жизни. Так же, как и их предки далекие, они питаются, конечно, растительной полностью пищей. Но вот в Северной Америке их уже теперь не встретить. Только можно в Центральной и Южной Америке. Ну, это, собственно говоря, я сказала о серьезном. А теперь хочется пригласить гостей музея в эти предновогодние дни прийти к нам в гости и побывать в такой вот замечательной фотозоне, где расположен сит, новогодняя елочка и так далее. А еще несколько слов хотелось бы сказать о том, что сит у нас большой модник. И вот в этой новогодней фотозоне он представлен в виде Деда Мороза, можно сказать, такого стилизованного. Хотя на самом деле, поскольку он живет здесь круглогодично, у него целый гардероб. И мы, конечно, меняем ему наряды. Если летом он одет как турист, туристическую кепочку, рюкзак. Зимой на нем теплая шапочка из шарфа. В предновогодние дни он у нас, так сказать, в облике Деда Мороза. Поэтому приглашаем всех гостей сфотографироваться с таким прекрасным, замечательным животным Сидом. Деда Мороза Деда Мороза Деда Мороза